Девушки отдыхают С вами Майкер и на очереди вот от первого лица за Орду И показывать как нужно играть за орков будет один из самых сильных орков мира Возможно самый сильный орк на данный момент Потому что на последнем турнире Worldwide Invitational Лин корейский орк занял второе место, уступив лишь в финале Муну Он нам будет демонстрировать как нужно играть за Орду Очень большое ПМ, больше 300, кажется 340, у него среднее ПМ Противник Ход, есть такой Эльф Сильнейший пожалуй на территории постсоветского пространства Интересная фишка, четырьмя рабочий орк добывает, на каждого кликает и отправляет на шахту Это связано с тем, что патчи, не помню в каком, что-то близкое к 14-15, 1.14.1.15 За Альянс и за Орду на респаунах, где не по прямой рабочий ходит, а по диагонали Можно было добывать четырьмя рабочими Но это, как бы, сочли нечестным приемом, пофиксили и рабочие автоматически, они притормаживают их 4 человека Но Двизарды не рассчитывали, что в Warcraft играют эти маньяки, которые могут, для того, чтобы билдодер получился красивый и хороший Чтобы второй Грандик выходил без задержки там в 10 секунд Ну или, соответственно, Грейд строил делаться раньше Они будут на протяжении первой, там, минуты-полторы игры вот так вот четырех рабочих гонять Все, наконец, пятого рабочего отправил на золото Ну, это идет просто экономия по лесу, там один рабочий вас лес таскает Вот, и по золоту, получается, не ущербно играете Карта Низина, довольно стандартная карта Забегая вперед, скажу, что на этом турнире на ПГ или Лимбас был не так, удачно занял Там, вроде, восьмерку вошел, седьмое, что ли, место занял Вот, но на последнем Worldwide Invitational он показал вообще, как нужно играть И сейчас тоже продемонстрирую Первый герой, Блэйдмастер, ранее лавка, чуть позже Барак Делается это для того, чтобы, соответственно, раньше закупиться своим героем Но не делает, что интересно разведку Скорее всего, Линд собирается через магазинчики поиграть То есть пойдет сразу закупаться Продает телепорт, покупает лечение Идет на магазин, да, скорее всего, будет разбивать из троллей серых Снижечку, рассчитывая на то, что выпадет он в Экспириенс И купит себе всех лет от наберите, венец Благородства, который бы он купил его Прибавляет два ко всем атрибутам, ко всем трём атрибутам Бьет тролля, два милишных тролля Огра не знают, что сделать с этим Не могут пройти, подходит ход, делает просветку Пытается пройти, но монстр переключается на него А в это время спокойно добивает и уходит в инвиз Вражеский Блэйд Мастер Ещё жмётся некоторое время, потому что противник видит его и может сделать монобёрн А урку нужно исчезнуть Уйти незамеченным После первого Гранта у нас Доделался Начал делаться грейд Задача Блэйд Мастера Как можно дольше Не встречаться с демоном Потому что он может это делать благодаря То есть он может один качаться благодаря лечению, которое у него есть И ему Закупиться нужно И вот побивать вот такие вот штуки Возможно там в Экспириенс выпадет на втором магазине Вот Ну и встреча с демоном грозит потери маны И если у неё особенно есть просветка Охот закупил просветку Скорее всего он играл через ранний магазин вообще И сразу же побежал К противнику Да, тут ранний магазин мы увидим Это тоже фишка хота, но он её использует на вот центре Да, вот ранний магазин мы видим На карте древних рамов он её любит использовать Чтобы помешать орку крепиться в центре Делает грейд эльф, делает грейд орк Эльф типа харасит, но На базе он больше сделать ничего не может Потому что видите, как здорово застроился Михаил Новопашин Не пускает к виспам Опа, интересный момент, разбудил монстров Если бы чуть задевался кореец То грантовы поймали в сетку Им нужно было буквально шажок сделать вперёд Чтобы они их поймали в сетку монстры и побили Может быть даже убили Потому что там два тролля, они кидают в сетку И он к кулдаун в сетке проходит Когда она, собственно, заканчивает своё действие Потому что фактически, если не следить за грантами Если они там разок ударят, например, лишнюю То тролли будут постоянно у вас играть Выдлась свободная минутка Приоритет с грантами криппинга оранжевых точек Потому что здесь два гнова, которые Легко довольно-таки убиваются И ещё приятную точку криппинга Потому что выпадает из вот этого большого гнолла Набирателя, как он называется, гнолла оверсир Выпадает девайс И БМ, благодаря своему винвоку Как правило, его добивает Вот так вот, скажем Вот, выпадает кольцо защиты Не очень хороший девайс Повыляет защиту БМу Которому она не очень сильно нужна Лучше его продать Его продают, да, вот в продаже И купить сирклетку или сапоги Или просто Купила сапоги и сирклетку Сапоги нужны для того, чтобы увеличилась скорость вашего героя Чтобы он догонял вражеских героев Быстрее ударял по убегающим вражеским юнитам Ну, вообще, уже давным-давно это известно Что мобильность героя напрямую влияет на его Ну, от то количества ударов, которые он нанесёт Вот То есть он быстрее достигает своей цели Раньше он наносит удар И с целью обычно Ещё если парень контролит, она отступает И получается, что раньше получается следующий удар Когда вы догоняете цель Сейчас интересный момент Значит, пошёл Эльф Салонов Взял вторым героем бестмастера Стандартный такой манёвр Закупил тролли берсерка Вот, и пришёл хоростёрка Но орк вовремя пришёл к эльфу И своими тремя грантами И блейдмастером начал атаковать шахту И вынудил эльфу стелепортироваться Хорошая развязка на самом деле Для орка, конечно же Сейчас он продолжает сражаться на базе противника Потому что ему, во-первых, нужно ценить время Рабочие немного сейчас на шахте затупили И слишком много Здесь четыре гранта Ищут Может где-то что-то растёт Ну, потому что должно что-то растить Потому что эльф должен строить древо ветров Где-то А на мэйне вот у него только одно древо ветров А где второе не понятно Ну, может он его не заказал Но есть вероятность, что он его закажет Где-нибудь там справа Эльфу, в принципе, не так важно Где находится здание Даже бывает зачастую плюс Если вы строите здание ближе к монстрам Чтобы потом его использовать для крепинга Но сейчас эльфу крайне По другой стратегии Он может построить здание, но не для крепинга Ему главное их просто построить Чтобы там были талоны Очень важно, когда появляются талоны Чтобы у них был текун Как можно раньше Стратегия вот эта завязана на тайминге Потому что есть чёткая контракт к талонам Это Таурен третьего левела Третьего, пятого левела И чем раньше ты придёшь Тем больше Ой, прекрасно Вот окружился второго раза Но великолепные попытки в исполнении Сейчас убивает гранта Но смотрите, как спасает великолепно Подставляет своего бисмастера Но хота тоже не лакомшит Он купил, во-первых Став и спас его бисмастера Ещё к тому же умудрился Добить красного гранта Которого спасал противник А тут довольно так уже Схорно складывается Ситуация для Орка Потому что вот мы видим Что делать играть на Таур-3 Что оба древа ветров уже стоят И орка Судача орка Либо как бы Попрессовать эльфу Поразмениваться Заставить его там выпить Всем онвейл А возможно убивать героев А второй такой сейф-плей Безопасная игра Игры варианты Ой какой телепорт Опять был в исполнении Демон Хантера Телепортил с Таур-3 Второй вариант Это прокачать Таурена Потому что Таурен Обладает массовым Поражающим удлинанием Который сносит салон И может убить его Так Тут убегает БМ На ходу лечится Тут свинья охотятся За битым Грандом Свиньи скорость перемещения Выше Тут падает Гранд Спиритволкеров Райдеров Строит Лин Это будет основа его армии На протяжении всей игры Если противник не сменит стратегию И будет продолжать играть в талонов Ну перестроиться Когда вы играете в талонов Очень сложно Потому что Фактически вам не оставляют Выбора что строить Потому что для всего что нужно Для медведей Для гигантов Для дриад Для всего этого Нужен Хантерс Холл И нужно сначала Отстроить охотничий зал Соответственно Потом только Лорницу И делать После этого юниты Поэтому Когда вы выходите в талонов Это не очень такая Гибкая стратегия Как правило Эльфу гнул свою линию До последнего Выбора просто нет Ресурсам невыгодно Так эльф прижмется У себя на базе В ней выходит Орк Видя это Идет крепить В точку В общем Оранжевую Да Которую он крипов практически В самом начале Но эльф делает разведку Но даже учитывая то Что эльф делает разведку Он сейчас выйти Рискует он в общем Потому что есть райдер А значит есть сетка А если есть сетка То можно штрафовать юнита И как бы Эльф не подходит Ближе На расстояние В общем сетки Отступает Как только я видел Что райдеры Идут в ее сторону И Так ну Что мы видим Что интересно Можно сказать Во-первых Рабочий в отдельной группе Пять штук Сейчас он скорее всего Их возьмет Первым с спирит линком Чтобы Поглощали они дамаг И шла регенерация Все строения Боевые То есть барак Бестиарий И спирит лодж У него В одной группе Он переключается Между ними Табуляции Войска У него Так же Пока что В одной группе Но Кажется он потом Перед волкеров В одну группу Определить Чтобы было удобнее Диспелить Закупает свиток Закупает инвул И Отдает Эльфу эту точку Видимо там уже есть циклон Поэтому лин так Опасается Давать сейчас сражение Да Немного бит Интересный маневр Пока Эльф разбирается С магазином Был включен Свиток скорости Сразу же Одновременно с этим Заказывается Грейт На грабеж И Орк на всех парах Буквально Одним таким Марш-броском Достиг Базы Эльфа Но там выходил Талон Его Заметил Поднял Циклон Воздух Райдера И Сейчас уже Нужно Наверное Сражаться Да Фэктори кидается Начинают бить Бестмастера Сетка Он Сразу же Диспл 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 Отлично Вейв Входит Великолепный Бестмастер Умирает Таким вот Надскоком Мы убиваем Так разворачиваемся Начинаем бить Демонхандра Так Тут Нас Поднимает Воздух Пытается Окружить Вейва Больше Нет Оргу Сейчас Невыгодно Сражаться Потому что У него Нет Маны Все Довольно Битое Но ему Жалко Видимо Отдавать Райдера Еще Одного Окружили У орга Юниты Жирные Дорогие Так Пытается Там Снова Диспол Спасает В общем Все Свои Химни Спасает Старается Спасать Еще Один Диспол Тинкер Теточка Диспол Есть Нет Натан Афмэна Говорят И значит Что Главный Дамагер Блэйдмастер Будет Летать Виндвог Все равно Тинкер Умер Орг Снова Отступает Все равно Самый Опасный Герой Демон Санкер Потому что У него Арба А Уже Вышел Блэйдмастер Довольно Быстро Ход Немедля Ни секунды Просто Заказал Своего Героя Как только Он Помер И вот Пожалуйста Вам Результат Битва Еще Как бы Ну так Это была Не битва Точнее Контактное Скорее всего Такое Противостояние Два Боя Но Тот Подошедший Раный Блэйдмастер Он Заставил Орг Отступить Орг Закупает Лечение Очень Быстро Лечит Очень Быстро Восстанавливает Ману Делает Диспл Тоже Удачно Сразу Всех Прицелился Сделал Аккуратненько И Сейчас Задача Ворга Какая Докрепить Товарен До третьего Лево Точно Должно Это Сделать Должно Какую-то Точку Сейчас Закрепить Если Ему Конечно Позволит Сделать Эльф Потому Что У него И Блэйдмастер Почти Третий Это Ой-ой-ой Эльф Видит А когда У эльфа Появляется Циклон Урку Становится Так же Опасно Ходить Как Эльф На Когда Появляются Райдеры То есть Юниты Есть Возможность Поднять Юнита Парализовать Юниту Противника Остановить Его Вот И Таким Образом Вы Заставляете Противника Принимать Решение Либо Остается Здесь Рядом И Вы Начинаете Сражение Либо Он отдает С этого Юнита Очень опасный Выбор Такой Каверный Иногда Лучше Жертвовать Все-таки Юнитам Вот Но В общем Наказывается Как минимум Одним Юнитам Сетка Циклон Можно Конечно Спасать Можно Делать Дисполы Можно Выталкивать От окружения Но Это Финты Это Сделать Так-то Просто Закрепил Магазинчик И Начинает Крепить Красная Точка Ну Эльф Пришел Орк Быстро Кидает Тетку На Большого Тролля Хотя Большой Девайс Взять Получает Третий Левел Телепортироваться Нужно Срочно Потому Что Бороус Очень Быстро Да Нужно Телепортироваться Бороу Уорка Имеет Типу Защиту Сами Понимаете Наверное Е Тяжелый То есть Он точно Тяжелый Наверное Понимаете Вот Поэтому Так Поэтому Убивается Талантами Очень Быстро Вот Минус Так Ну и Стелепортировался На базу Видимо Боялся Что Орк Нему Прибежит Вот Это Не знаю Может Была Ошибка Все Так Ну Что Он Мог Еще Подсносить Парочку Борусов И Более Спокойно Стелепортироваться Может Боялся Что Орк Придет Ему Дерево Снесет Но Тоже Сделать Непросто Был Запас По Времени Вот Тем Не Менее Орк Телепорта Пока Не Тратил Возвращается А Вот Почему Еще Орк Проверил Наличие Экспанда То есть Действие Эльфа Было бы Логично Если бы Его задача Было Тянуть Время Он Пришел На базу Орку Только Для того Чтобы Потянуть Время Там Толуп Экспиренс Выпал Кажется Да И Снова Приходит Эльф Снова Орк Повторяет Свой Фокус Вырубает Свиток Скорости И Бежит Рабочий Тем временем Идет Ставить Экспанд На чате Толоны Плохо Вырубают Строение Так же Как и Арчи Они Наносят Всего Лишь 33% Урона По Строениям А по Борусам Наносят 6 раз Больше 200% Бонус И Разводят Снова Текина Телепорт Орк Эльфа Вот Таким Вот Способом Интересным Да Он Потерял Спирит Лодж Да Но Зато Это было Минус 700 Галды То есть Минус Два Телепорта И К тому же Орк Закрипил Точку Сейчас Судя по всему Закрипит Еще одну Нет Сокол Рядом Сокол Все Видит Так Ториан Крипит Маленький Ну Это Для того Чтобы Побыстрее До Пятого Левела Закрипится Это Мелочь Конечно Просто У него Есть Время И Он Может Это Сделать Этот Экспанд Который Стоит На Часе Он Довольно Неожиданный Стороны Орка То есть Место Не Самое Логичное Выбрал Орк Самое Логичное Место Для Экспанды Чтобы Чтобы Он Был Очень Близко К Вашей Базе И Как Можно Дальше От Вражеской То есть Исходя Из этой Логики Мы Видим Две Точки На Карте Красное Белое Это Точка На Семи Часах Ниже База Орка Он Ставит Свою Старостепенную Базу В Нелогичном Месте До Ниже Ему Дольше Бежать Чем Эльфу Ну Что Соответственно Позволяет Ему Эльфа Точнее При Должной Разведке Он Эту Нычку Может Причем Простого Развода Убить Строящуюся Ну Как Он Просто Приходит На Базу Орку Разменивает Его Сразу Сюда Побежать Там Талоны Могут Даже Напрямую Туда Долететь Сбрить Нычкой Если Совсем Орку Не Хочется Сражаться Вот Но Именно Примуще Этой Нычки В том Что Она Поставлена В Нелогичном Месте И Ход Он Может Допускает Что Может Такая Вероятность Что Она Слишком Маленькая Чтобы Тратить На Эту Ресурсы И Проверять Сейчас Такое Тактическое Противостояние Первый Бэтрайдер Появляется Это Ответная Реакция На Дракончиков Передрагоны Которые Очень опасны Вот Два Дракончика Там Уже Дракончики Они Контр Редкастеров Каждый Диспл Спиритволкера Который Делается Он Сразу Дает Дракончик Носит Повреждение 90 Причем Повреждение Сплэшовое Распространяется На Тех У кого Что у спиритволкеров Много жизни У них также Много маны Дорогостоящие Закренания Поэтому Так Опа Минус один Спирит Дракончик Минус второй Дракончиков Можно спасать Бэтрайдеров Переводя их в форму Когда Один Бэтрайдер Не взрывает Дракончика И после этого Можно его Взрывать Дракончик К нему Здоровался Бэтрайдер Он вышел И В общем Так Вот Поэтому Урк старается Избавиться От Фериков Опасный Хороший момент Для атаки Нападает Орк Кидает Теску На бэтмастера Сразу же Делает Заблаговременно Диспл Крит Еще пропирает И еще Один крит Великолепный Удар В исполнении Блейдмастера Умирает Ой Вот Голема Не очень удобно Крепить Эльфу Напротив Орк Делает Еще один Последний Удар Добивает Голема Потому что Талоны Не бьют По голему А здесь Основной Сетка Окружает Демонхантера Пришел Дракончик Вейв Кидает В общем Забегает Орк На базу В армию Эльфа Делает Диспл Очень много Действия Просто делает Маньяк Проверяет Райдеров Отводит Битых Перегруппировается И Снова Окружает Демонхантера У того Оказывается Бутылек Жизни Он его Выпивает Ай Подходят Новый Райдер Отзади Очень удачно Подошли Фэктори Да Орк Отступает Ну Сможем Сражаться Да Вот этот Момент Когда Орк Армия Отступает И Наступает Снова В ней Особый Смысл Дело в том Что Талоны Существа Дальнего Боя А герои Они Милишные И Главная Задача Орка В том Чтобы Герой Выдвигался Вперед И Когда Орк Армия Отступает От Эльфа Естественным Образом Происходит Такое Что Талоны Они Как бы Некоторое Время Стреляют И Остаются Позади А герои Милишные Все время И бежит Вперед И он Выдвигается По-любому Если вы Специальный Контролист Он Выдвигается Из армии И становится Более Выгодной Мишенью Так как У вас Все В куче Герои Талоны Окружить Может быть Не очень Удобно Потому что Рядом Могут Быть Юниты Вражеские А так Вы Отходите Талоны Делают Один Два Залпа Остаются На Месте А герой Выбегает К вам И Этим Моментом Очень Часто Линк Пользуется Именно Благодаря Этой Игре Увидел Как Вообще Орк Это Делает И Смысл Прочувствовал Вот Этого Тактического Отступления Буквально Там На На Сколько Не На Пяти Секунд Где-то Может быть Еще Смысл В том Что Проходит Кулдаун Заклинаний И Начинается Новая Сеть Вот И Сразу Виндвок Сразу Вейв Сеточки Кулдаун Может Подходили Может Диспол У Спиритволкеров Хотя У них Без Диспол Заклинаний В смысле Без Кулдауна Заклинаний Подзаказали Мы Рабов На Экспанде Не Хотим Сейчас Сражаться Потому Что У нас Битые Войска Мы Подзаказываем И Вообще Сейчас Рим Начинает Работать На Орках Потому Что Начинает Работать Экспанд О Дракончик Легкая Мишень Помним Что Орка Есть Пиладж Грабеж Который Дает Ему Деньги Вы Убили Благодаря Пиладжу Получить Половину И Удобно Удобно Грейд Стоит Вообще 25 75 Тоже Один Из Самых Дешевых Грейдов В Игре Правда Спиладжем Обладают Спиладжем Обладают Юниты 3 Юнита Это Гранд Райдер И Рабочий Вот Остальные Нет Ну Что Нычки У всех Закончились Еще Одна Такая Плохая Новость Для Эльфа Потому Что Ворк Экспанд Работает А Эльф Ой Интересный Момент Успел Превратиться Видели И Там Все Дракончики Выжили Так В отдельной Группе У нас Спирит Волкеры И Троль Берсерк Видимо Это Из логики Что Они Все Дальнего Боя Вот Первой Группой Он Видимо Сделает Определенного Рода Забегание Погуще Талонов Ну Так Сложнее Фокусить Во-первых И Ну Тогда По Аталону Мы Атакуем А не По Героям В идеале Конечно Когда Вы Играете Заль Вы Должны Атаковать Ваших Героев Аталон Должны Спокойно Стрелять Заль Ловит Тинкера Смотрим Ловит Тинкера Крид Он Кидает Фэктори Начинают Его Бить Дракончики В форме Смотрим Смотрим Диспл Минус Спирит Волкер Но Вэйв Добивает Просто Тинкера И Орк сразу Делает Телепорт Исходя из чего Был сделан Телепорт Казалось бы У Орка Были все шансы Чтобы продолжить Битву Но Это Правильное решение Потому что У него опять Работает Экспанд То есть Это Такая страховка Потому что У Эльфа Нычки нет Он Только что Потерял своего героя Ему нужно Где достало Деньги Чтобы воскресить А Орк Спокойно Добывает Деньги Эльф Пришел Вылетает Еще один Бэтрайдер Сразу же Слепой был Направлен Тот взорвался Там сложно Против Бэтрайдера Что-то сделать Потому что Он ускоряется За где-то Сантиметров Десять До цели И становится Полностью Неизвенным Ковиклинанием И К физическому Урону То есть Его не отфокусить Ущерб Своей базе Орк Эльфа Отступил Взял Отступил Таурен В это время Крипится У него героя Почти пять Игей тоже Наплавит Почти пять Уже И тут Эльф Замечает Экспанд Уорка То есть У него Уже Зрела мысль Скорее всего Он Проверил Наиболее Вероятные Точки На карте Просветил Может Разведку Направил И вот Наконец Дошел Черед До этой Точки Может быть Он прокликал Таурена Увидел У него Девайс Наконец Большую Медальку Жизни И А которая Кстати Сейчас у Блэйдмастера И понял Что закрыта На красной Точке Битва Не очень Удачно Нападает Орк Сразу Получает Моноберн Сразу Возок Героев Поднимают Тут Демон Хантер В результате Таурена Не сделал Пока Никакого Ни одного Вейва И Соответственно Уэльф Все Живое Но Вырывается Вперед Демон Хантер Сразу Диспл И Великолепный Крит По спине Там Порядка 250 Проносят Урон Снова Кидают Сетку И Убивают Элифийских Героев На этот раз Это Битмастер Он тоже Падает Ну и без Героев Собственно Ход пишет GG И Выходит Вот Ну С одной стороны Может показаться Что Ворк играет Довольно Однообразно Главная Его задача Увидеть Наиболее Славого Героя Из трех Если Конечно Играет По этой Стратегии И Его Убить Вот Делается Это Простым Скриптом Кидается Сетка Ваш Герой Уходит Вингвок Вы Заблаговременно Желательно Делайте Диспл Потому что Правильный Эльф Поднимет Благодаря И критам И тому Что Он Огильщик А вы Делайте Диспл Также Помогают Еще Бутыльки Энбула Можете Тоже Выпить Бутылек Энбула Когда Такой Тевражеский Героя Соответственно С Бэмом Тоже Ничего Не Сделать Не Поднять Его Воздух Ничего Не Сделать Вот Но Причина Поражения Хода В этой Партии Скорее Всего Была Именно В Экспанде На части Точнее В Том Моменте Который Длился Где-то Минут Полторы Когда Ход Приходил На базу Корку И Дважды Менял Телепорт На Ну Ни на что На два Свитка Скорости Вот Орк Успел И прокрепиться И поставить Экспанд И Заметно Ударил По кошельку Эльфа Лишив У 8 И 100 Галды Вот Ну Надеюсь Вам Также Понравилась Игра как и нам Всего хорошего Удачи И играйте В Варкрафт